Трудно не увидеть символизма в том, что Китай принимает министра иностранных дел России сразу после праздника чистого света. Цинмин по-китайски отмечают, припав к корням в прямом смысле. Чтобы почтить память предков, почувствовать силу рода, все разъезжаются по своим малым родинам. Только за последние дни китайцы выполнили 750 миллионов межрегиональных поездок. Дни кристальной чистоты и ясности мысли, определенный рубеж, после которого наступает по-весеннему благоприятное время для новых свершений. С другой стороны, этот официальный визит Сергея Лаврова стал первым после выборов президента России, то есть в новом политическом цикле. Впрочем, на отношениях Москвы с Пекином это, если и сказывается, то исключительно в положительном смысле, что и констатировали министры иностранных дел на переговорах в утопающей в цветах сливы и даже сирене правительственной резиденции Дяо Юйтай. Терраса для рыбной ловли, если по-русски, используется для встреч с самыми близкими партнерами. Сергей Лавров рассказал вам и о беспрецедентном внешнем давлении в ходе президентской кампании и поблагодарил коллег за наблюдателей, которых Пекин отправил на избирательные участки в Россию. Результаты выборов, конечно же, подтвердили глубокое доверие российского народа нашему лидеру и проводимой внутренней и внешней политики. Это касается не в последнюю очередь и курса на укрепление стратегического взаимодействия и партнерства с китайской народной республикой. Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно же, получила дополнительные гарантии. В 2023-м российско-китайский товарооборот побил рекорд, превысив 240 миллиардов долларов. Таможенный орган Китая позволяет оценить основные статьи экспорта и импорта. Согласно их данным, Россия обошла даже Саудовскую Аравию по поставкам нефти и заняла первое место, продав черного золота почти на 62 миллиарда долларов. Тройку лидеров российского экспорта составляют также угол и газ. Китайский импорт выглядит иначе. На первом месте станки и оборудование, затем автомобили. Поднебесная заработала на них более 20 миллиардов долларов и электроника. Мы получаем также от соседей одежду и обувь, изделия из пластика и резины и многое другое. Импульс развитию этого партнерства придаст дальнейшее сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран, план консультации которого подписали сегодня министры. В этой связи нельзя было не спросить об ответных мерах, которые Россия и Китай могли бы противопоставить попыткам Запада помешать этому сотрудничеству. Рассматриваете ли вы с китайскими партнерами ответные меры двойного противодействия? Какие это могут быть шаги? Я не выдам большой секрет. Это министр Ваны вчера изобрел вот эту формулу двойное противодействие против двойного сдерживания. Пора в условиях, когда в любой момент США, их сателлиты могут обрушить устойчивые цепочки и финансирования, и логистические, и транспортные цепочки, инвестиционные цепочки. Пора решать вопрос о том, чтобы все эти задачи можно было рассматривать и принимать по ним решения в рамках других структур. И переход на национальные валюты, разговоры о необходимости создания альтернативных платежных платформ, в том числе принятые на этот счет решения в рамках БРИКС, деятельность региональных организаций, таких как упомянутые уже сегодня ШОС. Но есть, как выяснилось, и весьма впечатляющая идея – укрепить безопасность Евразии, по примеру, евроатлантической системы. Это посерьезнее отказа от доллара в межнациональной торговле. Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в своем послании к федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу. Остановился министр подробно и на ударах беспилотников с украинского направления по Запорожской АЭС, а точнее даже на ответе на эти провокационные действия. Мы выносим этот вопрос на специальное заседание исполнительного совета МАГАТЭ, на специальное заседание Совбеза. И там будем настаивать на необходимости получить прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима. Когда мы соглашались на присутствие экспертов МАГАТЭ, постоянное присутствие на Запорожской АЭС, мы, среди прочего, руководствовались необходимостью для них давать объективную оценку того, что там происходит, как управляется станция, как там обеспечивается ядерная, физическая безопасность. Но, конечно же, мы исходили из того, что такого рода атаки против крупнейшей атомной электростанции в Европе будут фиксироваться. И до сих пор провокации со стороны украинского режима к огромному сожалению вызывали лишь сожаление, озабоченность в заявлениях генерального директора МАГАТЭ и его сотрудников без констатации очевидного, откуда и кем эти террористические удары готовились и наносились. В свою очередь, говоря об украинском конфликте, Ванны подчеркнул, Китай никогда не подливает масло в агоне, всегда исходит из сути дела, а она, право России на защиту своих суверенных интересов, Пекину более чем очевидно. Завершает свой официальный визит в Китай Сергей Лавров уже в Доме народных собраний переговорами с лидером КНР. Я имею удовольствие и честь передать вам наилучшие приветы президента Российской Федерации Владимира Путина. Он очень оценил ваше поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов. В этом году Китай и Россия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. За эти годы наши страны встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав. Напомню, что после своего переизбрания в прошлом году Си Цзиньпин избрал именно Россию для своего первого зарубежного визита. Знак, подчеркивающий внешнеполитические приоритеты Китая, доверие, а главное уверенность в том, что вместе Москва и Пекин способны достичь впечатляющих результатов. Никита Корзун, Владислав Дубовицкий, Марина Гусарова, НТВ Пекин, Китайская Народная Республика.